Всем привет! Решил все-таки сделать еще видео о программе LK8000 Сделаю краткий обзор настройки управления и как им пользоваться этой программкой Меньше слов, больше дела Сразу скажу Программу устанавливаете себе на прибор Чаще всего это автомобильный навигатор или это платформа Windows Mobile Также можно установить на компьютер Программа работает из любого места если вы прописываете путь к этой программе Запустили ее, у вас загрузилась панель приветствия и у нас появилось 4 кнопочки Первая Fly это режим полета, когда будут работать ваши датчики, GPS бародатчики, если есть такие То есть это режим реального времени реального полета Дальше закладка профиль и четвертая кнопочка симуляции Третья Exit Выход, понятно С чего начнем Как всегда Первое, что сделаем это поменяем язык Для многих удобнее будет поменять язык Заходим в конфигурацию Нажимаем еще раз конфигурацию Заходим в настройки системы Нажимаем еще раз настройки системы И выбираем в нижней строчке язык Дальше выбираем русский язык Закрываем Закрываем Но программа поменяет язык после перезагрузки Сейчас мы это быстренько сделаем Программу загрузили Теперь она у нас на русском языке Продолжаем ВЛК очень удобная То есть расширили функции работы с профилями То есть можно сделать отдельно профили пилота Отдельно профили самого прибора То есть его технической части То есть можно выбирать Создавать себе профили Которые вас интересуют То есть есть уже предустановленные профили Допустим, если вы пользуетесь Хлуксом Или фантреком То есть вы можете выбрать Подгрузить профиль Там уже с настройками для Портов Компортов Подключающих ваши Датчики То есть GPS датчики Бара датчики Точно так же Профили Системные Профили пилота То есть вы можете создавать На одном приборе То есть в одной папке программы Много-много-много Разных профилей Причем вы можете потом Эту папку просто переносить Копировать на другой прибор И подгружать Тут профиль, который вам нужен Того крыла Того пилота Или же того девайса На котором вы будете пользоваться Так Ну Будем считать, что у нас идет По умолчанию То есть Обратили внимание Были уже Предзагрузки Я специально заранее все сделал Чтобы не тратить Ваше Драценное время Так Заходим в режиме симуляции Ну вот Нас просят Несколько раз нажать По экрану Да, чтобы запустилось Я загрузил уже Карты Вам сейчас покажу Зайдем в настройки Да Заранее загрузил Карты Турции То есть я буду сейчас На примере трека С 2012 года С Резиджана Вот Будем использовать трек Андрея Пискарева Вот Он прилетел вторым Но его трек Лучше всего был записанный Как бы По нему будет намного Интереснее Разбирать Потому что трек Сергея Который прилетел В тот день первый Он короткий И Расстояние между точками Большое То есть менее Она наглядна Так Загрузили в файл карты В файл ландшафта Да То есть Это все мы бросаем Соответствующую папку Они у нас находятся На вашем припоре Да То есть Вот папка LK Вы видите Заходите Здесь есть папка Воздушного пространства Папки с конфигурациями Да Предустановленные Предустановленными конфигурациями Папка с языком Папка записи Ваших треков Логов Ваших полетов Дальше Карта Папка map Соответственно Где хранятся ваши карты Папки поляры То есть Предустановок Ваших Летных средств Парапланов Разного класса Точно так же Можно заходить Себе В эту папочку Да Делать копию И изменять настройки Допустим Вы можете вручную Сделать предустановки Вашей поляра Если вы ее знаете Допустим Возьмем поляру Enzo Так Она максимально Приближена к поляре Джиновского крыла Который летал Андрей Это Джин Икс Если я не ошибаюсь Да Летал он на нем Так Дальше Папка с точками Да И Папка с Заданиями У ЛК Есть небольшой минус Неудобство Которое мне не нравится То есть Сохраняются задания Ограничены Всего лишь 8 точек Плюс 3 Ну это видно Какой-то атовизм Остался Еще от ДОСа То есть Нельзя название файла Сделать слишком длинным Поэтому приходится Ухищрять Чтобы его Как-то красиво записать Так Ну с папками разобрались Запустили мы программу Давайте сразу Посмотрим Таск у нас Вот Кубок России Да Финал Третий таск 56 километров 8 точек Из них 6 точек У нас По маршруту Стартовый цилиндр 8 километров Открытие стартового окна 14.30 Так Ну Карты подгрузили Подгрузили файл точки То есть В данный момент У нас точки ДАТ И ВПТ То есть Я вот загрузил То есть продублировал Две точки Закрываем Запускаем трек Пока Андрюша будет у нас лететь Да Мы Параллельно Разберемся С программой То как С ней работать Старт Сокрыть По поводу Программы И управления Принцип управления Здесь Здесь Интеллектуальные То есть Вы Есть области экрана Которую вы можете нажимать И изменять данные То есть Если вы хотите Приблизить Или Изменить масштаб То есть Приблизить Нажимаете Вверху Экран Удалить Да Или увеличить масштаб Внизу Дальше Если вы хотите Изменить поля данные Внизу Да Информационная панелька Снизу То есть Кликайте Влево У вас переключается По кругу данные Это Поворотные точки Задания Статистика Данные по высоте Навигационные данные Плюс Дополнительные поля данных То есть Можно включить Отключить Финишный глайд Дальше У нас Поворотный пункт Задания Да По заданию Дополнительная информация Системные данные Всего у нас Получается Девять Вот видите Здесь подписаны Девять Полей данных Если кликнуть На пропланчик Да Зажать У вас Откроется Список Ваших Кнопок Управления Из которых Справа Идет Навигация Информация Настройка Экран Снизу Дополнительные Небольшие Настройки Последней версии Немножко Изменились Клавиши Управления То есть Ну я думаю Разобраться То есть Основное Заходим Настройки Так Настройки Системы И начинаем Листать Наши настройки То есть Я Сохраню Предустановки Для программы Которым я пользуюсь Кто захочет Может подгрузить Эти профили Себе В прибор Так Воздушное пространство Не будем трогать Так Название На карте Ориентация На север Масштаб Это Масштабирование Карты В километрах Сколько вам нужно Оставляем Автомасштаб Спирали Оставляем Включенный Толщина Следа Вот кстати Можно выбирать В ЛК А в аксессуаре Этого нельзя делать Так Ландшафт Вот здесь Одноцветная карта Можно выбирать Подсветку Если отключать Карту Топологию Так Расчет ветра 40 км Час Ставим По нашему крылу Автодолет Так Безопасная высота 200 метров И стандарт Рельефом 100 метров Качество Оставляем Так как есть Ничего затуплять Не будем Данные Координаты Вот кстати Вот на этой закладке Единицы измерения Можно выбирать В режиме Которого мы будем Пользоваться Но я привык К утегами Мне нравится Так Дальше Это Настройка Управления Виртуальной кнопки Дополнительные страницы Я не буду рассказывать Из-за тех страниц Которые появились Почему Потому что они Больше для планиров Так Сейчас закрою У нас Тут же ЛК Постоянно предупреждает То есть 10-5 минут До старта Одна минута До открытия Стартового окна Здесь Вот На этой карте Очень хорошо Сейчас видно Рельеф Да И Местоположение Сейчас Пилоту Да Вот он Андрей Сейчас летит В сторону Стартового окна Высота У него Абсолютно 1900 Над землей У него Мы сейчас Листаем Понизу Смотрим У него У него Над землей Всего лишь 350 метров Но Перепад высоты Есть Как бы По рельефу Можно лететь В тот день Можно было так лететь Почему потоки Были сильные То есть Вполне позволяло Но я думаю Андрей поднаберет высоты Потому что Если спуститься ниже Там толстый слой Инверсии Который Мешал полету Так Ладно Не будем отвлекаться От нашего Дела важного Так Заходим опять Настройки Настройки ЛК 8000 Настройки Системы И смотрим дальше Внешний вид Можно настроить себе Позицию планера На экране То есть Будет ли он Находиться Внизу По центру Ну 40% Предустановки Очень удобно Вот Сразу скажу Большинство настроек Которые стоят в ЛК Уже Настроены Программистами Уже как бы Вот более-менее Нормально То есть Есть какие-то Личные предпочтения Но вы можете менять Ничего Вы не спортите То есть Программа работать Не перестанет Поэтому Пробуйте Смотрите Так Значение посадок Высота прилета Ставим Обозначение Точек белым Так Так Прозрачность Полиданных Это пропускаем Так Что важно Показывать часы Вот я ставлю включен По умолчанию Не отключены Я ставлю включен Почему Потому что Перед глазами Должно быть время Чтобы знать Солнечный день Сколько нам еще лететь Так Индикатор высоты Нас интересует Финиш Вариометр я отключу Здесь есть возможность Включить вариометр Цифровой Он не звуковой Здесь будет сбоку Такая полоса То есть я включу Потом конечно Отключу вам Прозрачный Разноцветный Дальше Режим Шкалы Варио Есть несколько режимов Варио в потоках Нет то на переходе Я им не пользуюсь Есть варио в потоках И на переходе Самое последнее Варио в потоках И speed to fly На переходе Вот эту функцию Включаем Это рекомендована будет Рекомендация по скорости Относительно вашего глайда Так Дальше График скороподъемности Покажу Расскажу Очень удобная штука То есть визуализация Скороподъемности Сегодняшнего дня В потоках Надеюсь я правильно Все сказал Так Предустановки задач Но Сразу скажу Всегда мы вручную Забиваем сами себя То есть Каждый раз задания разные Поэтому Там можно ничего не трогать Так Это дополнительные сигналы Оповещения по высотам Вот кстати В тот день Было ограничение по высотам Если не ошибаюсь А нет В тот день Не было ограничения по высотам Вот поэтому Оставляем 3000 Пускай будет Так Это вот пошли Уже информационные блоки Данные Которые мы можем Выставлять себе Настраивать Да Я здесь ничего не трогать Не буду Потому что они Ну Вполне устраивают меня По умолчанию То что сделано Вы можете это все поменять То есть Как вам будет Душе угодно Скажу По умолчанию У нас 8 Ячеек Да Вот в информационном блоке Который у нас горизонтальный Но в зависимости от разрешения Скорее всего У вас будет 5 блоков А у некоторых Даже 4 бывает То есть Это все зависит От разрешения Экрана вашего прибора Так Резерв Запись трека Обязательно поставьте Автозапись трека Чтобы по умолчанию Он записывал Так Давайте посмотрим Что у нас Вот вы слышали Сейчас сигнал Пи-пи-пи-пи Это означает Что У нас До старта Осталась Одна минута То есть Нас предупредили То есть Надо готовиться К переходу Но у Андрюхи Хороший поток Я вот обратил внимание Видите У него Очень хорошо Нарисовал Треком Разноцветный Видно что Скороподъемность Присутствует Тут же Отмаркировался Потоком Галочку Такую Поставил маркер Который Останется В течении Всего полета И в дальнейшем Можно будет Выбирать Долет до него До этого Маркера Потока Так Что у нас С ветром Ветер нам Программа пересчитала Показывает Что 2 км в час Направление Южное Но скорее всего Это просто снос потока Не критично То есть Просто смотрим Вот А теперь Самое да Интересное Нас Программа Предупредила Старт открыт Показала Сколько Времени уже Остало Да Сколько времени Мы теряем Да Сколько времени Лететь до Открытия До самого края Стартового окна Так Ну Андрюха Пока набирает В принципе правильно То есть Сколь хороший поток Нужно набирать То есть Смысл Тратить время То что я включил Вот хочу обратить внимание Слева Разноцветные полосочки Появляются Да То есть От салатов До красных Если снижение То он будет От голубых До синих И черно-черно-синих Это цифровой вариометр Я им не пользуюсь Он мне не нравится То есть Потому что я пользуюсь Обычным вариометром То есть В ЛК нету возможности Включить звуковую индикацию Вариометра К Редактор точек Здесь все просто Создать новую точку Изменить Сохранить Удалить 21 закладка В настройках ЛК Системных Обязательно поставьте Использовать GPS время Поправку высоты Не знаю У меня еще ни разу Не было Чтобы GPS Некорректно показывал Подсветка По умолчанию Поставьте включенный Чтобы у вас Прибор Не выключал Подсветку Автоматический Максимальный звук То есть Прибор будет На максимальном Системном звуке Работать Шрифты Я не трогаю Но это вы можете Сами Повыбирать Масштаб спирали Это вот В режиме спирали Как будет масштабироваться Экран Показывать вам Цилиндр 25-40 метров 70 метров Я поставил 40 На данный момент Оптимально Порог масштаба 5 километров Оптимизацию Обязательно оставляем Количество Время старта Не меняем Потому что Это в задании Меняется Настройки местности Мы оставили Закрываем Ну вот у нас Первое Предупреждение Что у нас высота Уже 2000 метров Андрюха Выпал из потока Причем так очень Смотрю жестко Пытается Попасть опять В ведро В те соревнования Погода была такая Жесткая Потоки Хорошие Сильные Как бы Практически все Долетали до финиша Мне понравилось Так По экрану У нас Очень хорошо Видно Наше задание Которое мы забили Предварительно Кстати я вам сейчас Не показал Давайте покажу Заходим Навигацию Расчет Задачи Здесь у нас есть Помощник По оптимизации То есть можно Посмотреть Просчитать Приблизительное Время Расстояния Сколько нам лететь Если зайти в Навигацию И зайти в закладку Изменить задачу Открывается у нас Сразу список точек Вот Вы их Выбираете То есть кликаете себе Добавить точку Да и добавляете По мере По треку Вашему Ваше задание Точки Тут же в них Выставляете Цилиндр Размер Вход Выход Если такое уж Потребуется Дальше Рекомендую Сохранять Сохраняете задание Называете Какое нибудь Задание Имя придумываете Вот видите Ограничение 8 8 8 плюс 3 То есть получается Ограниченное Число Буков Названий То есть поэтому Фантазируйте Как вы будете Называть Время Таск То есть место Дальше Тут же можно Выставить Время старта Количество стартов Вход Выход Из цилиндра То есть Стартового цилиндра Закрываем Андрей У нас летит Летит Очень хорошо Плотненько 44 км в час Направление Ветра Немножко Пересчиталось Лука Это очень Хорошо Все Реализовано Направление Ветра Пересчитывается Моментально Что еще Скажу Пока мы Не пересечем Стартовый цилиндр У нас будут Отображаться Вот эти данные Время До Время Открытия Стартового окна Время Которое Мы уже Ожидаем Время Сколько Нужно Лететь До Стартового окна Вот Задание Открылось Все Теперь Переключил Стандартные Настройки Расскажу О дополнительных Функциях Кнопочках Которые Есть На приборе Если вы будете Кликать В верхнем Левом углу В данном Случа Вот так У вас будет Переключаться Задание Объясню Какие По буквам Чтобы было Легче понять Задание Т Это Таск Полет По заданию Вот у нас Наш таск Вот линия Розовая Которая Показывает То есть Той точке Которой Мы будем Лететь Восклицательный Знак Перед Названием Точки Это означает Что Полет К этой Точке Идет Не в центр По оптимизации То есть Это точка Просчитанная Уже самой Программы Дальше Если нажимаем Опять на левом углу У нас появляется Буквка Б Это Буквка Означает Тайков Полет Место старта Ну В данный момент Программа Я запустил ее В симуляторе Да В режиме симулятора Соответственно Она ее Отображает По центру карты То есть Если Вы будете В режиме Полета То Включит Место старта То есть Как вернуться Вот те Кто спрашивает Летать В свободном полете Да Фрифлай Можно использовать Эту Функцию То есть Включить Кнопочку Б Вверху Переключить На Б И вас будут показывать Вернуться домой То есть На место старта Дальше Нажимаем Б Один Кнопки И два Это можно задать Дополнительные точки Это так называемые Альтернативные точки Давайте покажу Заходим в навигацию Есть здесь Список точек Выбрать цель Да Это вот Продублированы Эти же команды В левом углу То есть В навигации Они прописаны Вот видите Подписаны Название Сразу написано То есть Альтернативная точка Один Она здесь не забита Как можно сделать Заходим В первую закладку Навигации Выбираем Выбор точки И здесь Много 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 Разных точек Допустим Выбираем ее Одну Кликнули Два раза И здесь Можно сразу Лететь к ней Или назначить ей Допустим Значение Альтернативная Кнопка И вот она у нас Будет альтернативной Точно так же Можно сделать Забить себе Какую нибудь Точку Допустим У ЛК Есть приятный Бонус По сравнению С САРом Он Все точки Которые Последние 10 По моему Или 15 Потоков Он их Называет Термик И называет И Подписывает Их цифрой Какой-то Допустим Последний термик У нас был 1428 Мы можем Выбрать И нажать Точкой Альтернативной 2 Я в Турции Постоянно Пользовался Сейчас покажу Какими функциями Очень удобно Особенно На соревнованиях Особенно На больших высотах Удобно пользоваться Чтобы не искать поток Где вы его бросили Так Дальше Щелкаем В верхнем Левом углу То есть Первая Вторая Альтернативная Точка Обратили внимание Да Он ее запомнил Где у нас был поток И ведет к ней Дальше H Это Home В данном случае У нас Home и Takeoff Один и тот же По умолчанию Эту точку Можно в настройках Зайти В настройках Да В настройках Системы Выбрать Изменить Точку Изменить Выбрать Точку Home В данном случае Takeoff Да Или создать Новую точку Назвать ее Home Или изменить Takeoff Назвать Другой Это дополнительная Будет точка Дом Можно дополнительно Использовать То есть Если там У вас Какой-то Домашний Старт Ваша Посадка Какая-нибудь Штатная Дальше Поехали И еще Очень важно То есть Мы приключили Home И если кликнуть Еще раз В левом верхнем углу Когда будет Показываться Букавка L Это автоматически Ближайший поток Который вы крутили В последний раз Вот последний раз Вы крутили Видите Где Приключив На закладку L Это лифт Последний поток Который вы крутили Очень удобно Вот Чтоб не искать В списке Навигации Ваши Ближайшие потоки Да Там Выбор точки Которые подписываются Вот Есть такая функция Быстро переключиться На ближайший термик На ближайший лифт Который у вас был Вот сейчас Как только Андрюха Покрутит В другом месте Наберет поток Вот сейчас Вот секунду Вот видите Поменялось место Сейчас мы его переключим Как только он отлетит Он в следующий раз Будет вести сюда Соответственно Будет показывать вам Расстояние до Этой точки Показывать Высоту С которой вы на нее прилетите Если будете сейчас К ней лететь Так Дальше поехали Если Кликнуть В верхнем правом углу У нас будет Сейчас Секундочку Это я зажал Сильно держал То есть Если зажать И подержать В правом верхнем углу У вас появится Отображение Ваших координат Очень удобно То есть Если вы хотите Быстренько узнать Вашу позицию Особенный там Подбор Или что-то случилось То есть Не нужно никуда Заходить Там Искать Где-то Какие-то там Данные Просто зажали Правый верхний угол И у вас появились Отображения Вашего положения Если Один раз Кликнуть В правом верхнем углу У вас Будет переключаться Отображение На экране То есть Будут показываться Все данные Или частично Вот я сейчас Нажал У нас Отображается Только-только Карта Если кому-то Нужно Просто смотреть На карту На рельеф Чтобы не было Никаких лишних данных То можно Так вот нажать Нажимаете Дальше У вас Начинают Отображаться Все остальные Данные С Долетом С вариометром Без Ну я летаю Вот так То есть Мне удобно То есть Эти данные Абсолютно Не мешают То есть Они вполне Читабельны Позволяют Разобраться Так Я сейчас Ускорю В режиме Симуляции Андрей Чтобы он летел У нас Побыстрее Поставим Скорость Давайте Двадцать Много Давайте Тринадцать Пускай летит Быстрее Продолжим Дальше У нас Есть Поля данные Которые Отображаются На экране Давайте Начнем По очереди Вверху Это Точка Которую Мы сейчас Летим Буковка Это Показывает В каком Режиме Мы летим В данном Случае В режиме Термика То есть Противоположно Но Когда мы Летаем На соревнования Смотрите Всегда Внимательно Что Буковка Т Отображалась Таск Сейчас Она Показывает Нам Расстояние До точки 3.9 Км Высоту Чуть ниже Нам Постоянно Показывает Нашу Абсолютную Высоту Если Мы В потоке То Показывает Или Скороподъемность Метра В секунду Или С буковкой SF Speed To fly Рекомендована Скорость В данный Момент Полета То есть Исходя В наборе Вы летите В хорошем Глайде Попутно Ветре Или нет Дальше Идет Дальше Идет Данные Это Отображение Нашей Горизонтальной Скорости В данный Случай Там 38 39 Еще Ниже Это Направление И сила Ветра В данный Случай 4 км В час До 232 Градуса Это Получается У нас Юго Запад Если Не ошибаюсь У нас Показывает Ветер Стрелочка Вот Красненькая Вниз И С беленьким Таким Прямоугольничком Это Расстояние И Долет До Финиша Я В настройках Сделал То есть Показывает Нам Долет До Финиша То есть В данный Момент Программа Показывает Что до Финиша Однозначно Мы не Долетаем 100% По центру Верху У нас Отображается Наш Курс Полета То есть Рекомендация По курсу Задания Сколько Градусов Куда Надо Повернуть Чтобы Лететь Максимально Прямо По Заданию Локальное Время Местное Время Дальше Коэффициент Макриди Он меняется Автоматически И Отключить Эти данные Чтобы Отображались В ЛК Не получается Чуть ниже Отображается Наша Скороподъемность С Частотой Обновления 1 секунду Ниже Отображаются Данные Долета До следующей Точки Вот еще Рассмотрите Здесь Отображается Высота С которой Прилетим Мы на Точку А С Лева Красная Вот Стрелочка Вниз Или она Будет Зеленая Вверх Будет Отображать Высоту Прилета На Финиш Это По Настройкам Которые Я Сделал Дальше Чуть ниже Отображается Наш Масштаб И Панель Которая Сейчас У нас Отображается Информационный Блок Внизу В данном Случае Мы на Переходе Нам Показывают Высоту Это Происходит Автоматически Эти данные Переключаются Это Очень Удобно Нам Показывают Высота Над землей Высота Рельефа Абсолютная Наша Высота Сейчас У нас Датчик Сработал 3000 метров Андрюха Уверенно Хорошо Набирает Когда Андрей Поток Здесь Вы видите Он сейчас На переход Она Соответственно Данные На переход Показывает То есть Расстояние Курс Время Долета Автом Акреди Которое Нам Нужно Долететь До Расстояния Также У нас Показывается Время Перехода Расстояние До Финиша Пока Андрюха Летит Мы Меняем Масштаб Смотрим Что Еще У вас Будут Включаться Отключаться То есть Первый раз Когда вы Включитесь У вас Будут Появляться Какие-то Панели Я Сейчас Отключил Эти Информационные Панели Давайте Покажу Вы Видели Где Их Отключать Настройки Системы И Вот Здесь Закладка Есть Десятая Закладка Настройка Экрана Виртуальные Кнопки Мое меню Инфо Страницы Мультикарты Мультикарты Я все Отключил Это По воздушному Пространству По долету По рельефу Оно не нужно Оно перегружает Нижняя Панель Это Если вы будете В нижней части Экрана Щелкать По центру У вас Будет Появляться Черный Экран С данными Просто С одними Данными Я их Тоже Отключил Частично Вот Какие-то Оставил Включенные Давайте Термо Оставим Включенные И оставил Режим Авто Что переключался Резерв Можно Включить Так Система Пускай Будет Задание Будет Высота Ну и все Остальное Автоматически Альтернативно Выключаем Есть Есть Инфо Страницы Я их Все Повыключал Это Черный Экран Который Будет Восключаться Если Будете Кликать По Инфо Странице По центру Вот здесь Я их Все Подключал Чтобы Не мешали Потому что Бывают Люди Случайно Налистают Экран И Включаются Данные Которые Не нужны Закрываем Вот Андрей У нас Идет Сейчас Переход На точку Постоянно Пересчитывается Направление Ветра Тут же Появляется Рекомендация По скорости Андрюха Летит Профессионально То есть С той скоростью С которой Нужно Вот Что мне Еще Нравится Прямая Линия Которого Такого Розового Цвета Ярко Это Прямая Оптимизация Вот Как лететь Краю Цилиндра Сейчас Вот Он Будет Лететь Появится Синенькая Стрелочка Рекомендация По полету Называется Оптимизация С учетом Ветра Ее Пока Не видно Андрюха Возвращается К склону Чтобы Поднабрать Высоты И лететь Дальше Так Переключился Режим Термо Ну вот Высота В этот день Такая была Хорошая 3100 3200 Кто-то Умудрялся 3500 Набирать Хотя Не знаю Смысл Было Очень Холодно У ЛК Есть еще Очень Такая Полезная Вещь Если Зайти В мое Меню Нажать Настройку Ветра И выбрать Из трех Клавиш Внизу В данном Случае Посередину Нажимаем Происходит Автоматический Расчет Ветра Это неправильный Расчет Ветра Видите То есть Пока 38 Км Сейчас Однозначно А вот Теперь Вот Что-то Ближе Ближе К делу Похоже Сейчас Посмотрим Как только Он начнет Крутить В потоке Автоматически Произойдет Перерасчет Ветра Сейчас Удобная Позиция Андрей С хорошим Попутным Ветром Летит Берет Точку И Долетает До финиша То есть Его Предупредили Что Программа Что он Долетает С запасом Высоты И Приземлился Он Просто Идеально Точно То есть Если Просмотрите Долет Его До финиша Программа Идеально Показывала Водолет То есть То Как он Долетал Ну что Андрей Молодец Все Красиво Все Идеально Закладки Навигации Все Что нужно С навигацией Это Переключение Между Точками Расчет Задачи Чистить Задачу Информационный Блок Это Позиция Можно посмотреть Где мы Находимся То есть Программа Покажет Ближайший Населенный Пункт Или Дорога Если Как таковая Там Есть В настройках Топологии Так Сонар Это Если Используете Фларм Да Статус Анализ Вашего Полета То есть Будет Показывать Вашу Скороподъемность Макриди Все остальное Так Настройки Экрана Позволяет Включить Выключить Ландшафт Топологию Включить Выключить Воздушные Зоны Наложение Текста То есть То что Можно в принципе Сделать Быстрыми Жестами Быстрыми Нажатиями По экрану Так Ориентации Карты Можно выбрать То есть Ориентация По треку Направление Ну я люблю Чтобы у меня Карта всегда Ориентировалась Была на север Мне в воздухе Легче ориентироваться Некоторые Любят Чтобы ориентация Была по треку Дальше Установки Экрана Это Панорама Если вам нужно Поработать С картой Поперемещать Просмотреть Рельеф Где-то Точно так же Здесь можно Передвигая Этот Прицел По карте Можно выбрать Какое-то место Поставить на нее Метку Ну что Андрюха Просто идеально Прилетел на финиш Метр в метр Прям приземлился Продникает За 10 метров За краем Финишного цилиндра Просто молодец Программа Не подвела Просчитала Все идеально Так что Летаем Тренируемся Ставим лайк Подписываемся Если Какие-то вопросы Пишите Будем разбираться Я буду рад Если это видео Кому-то помогло Всем пока Бай-бай